Сельская господарка, палленный энергетичный комплекс и туристичная галина. На сегодняшнем посяжении Аблвыконкама разлежены пытания, которые относятся до разных сфер или имеют однолького важное значение для дальнейшего развития региональной экономики. Ситуацией ознайомились наши корреспонденты. Пытания, от которого в значной ступени залежит харчовая безопасность, нерыхтолка кормов на зиму. Другий год запор на Гомельшине отзначаются протяглые засушливые периоды, что не сприяло досягнению запланованного. Как выник на сегодня, отповедное задание выканано только на 81%. Это амаль на 135 тысяч тонн меньше, чем было летось. Каким шином такая ситуация, пауплывая на надои и приваги, сегодня не прогнозуя никто. Але видовошно, что надеи только на традиционные кормовые культуры себе уже не оправдують. За поздние 10 годы климат изменился настолько, что в Беларуси навыц явилась новая, так званая четвертая климатичная зона, якая характеризуется высокими температурами. Заразе она охопливая практически 80% территории Гомельшины. Необходно укоронять новые виды засухоустойливых культур. Але пакуль гэты процесс идзе не вельми актыуна. Вопрос о том, чтобы заниматься травами, которые наиболее устойчивы к таким условиям, становится актуальным. И если раньше в структуре посевных площадей такие травы, как сорго-суданговый гибрид или просто сорго, их там было менее 0,1%, то сейчас эта цифра начинает расти, уже достигает 3-4%, хоть и цифра небольшая. Но с каждым годом она растет. Наступное пытание на парадку дня – будовництво котельня, уякие просуются на мясовых видах палева. Сегодня в планах 10 проектов, реализация яких дозволить что год экономить, каля 13 млн кубометров природного газа. Задача на этот год – две котельни – у Добруши и Будокошалеве. Каля первый объект увяли своечасово, то с другим есть проблемы. В связи с тем, что проектная документация была готова только в лепени, замес лютого, приходится предпринимать значные намагания, как котельня урыштя открылась. У программе по энергосберажении мясовым видом палева отведено, бадай, основное место. Планируется выйти на показатель 45,2% в общем объеме котельно-печного топлива, работающего на местных видах топлива за 2019 год. Ну а в последующем, за счет денежных средств Всемирного банка, в том числе, планируется 9 теплоисточников строительства в 20-х последующих годах, по которым мы сейчас ведем разработку проектно-сметных документаций. Еще одно разлеженное вопрос, которое напрямую влияет на экономику региона, развитие конкуренто-здольного туристического комплекса. Досягнуть запланованного меркуется празд больше активную рекламную кампанию. Тут и маркетинговые мероприемства, и удел в международных выставах. Плюс новые проекты, которые могут повысить туристическую привабность региона. В качестве примера – резиденция Деда Мороза, которая летость открылась в Национальном парке в Припятске. У минулый зимовый сезон ее наведали больше, чем 5 тысяч человек. У гэтым по всех разликах будет еще больше. А про шатаго зараз в областном управлении спорта и туризма завершается распроцовка специальной программы, якая дозволит туристу не только самостоянно выбирать маршрут, а и пропонуя место для отпочинка и кропки громадского харчавания. Сучасный туризм – это не только ознайомление со слаботостями, а и развитие сферы обслугования. Туризм – это неотъемлемая составляющая часть экономики. И если сегодня туристический продукт будет пользоваться популярностью, если он будет сегодня привлекать туристов, то, соответственно, будут и другие сферы экономики за счет этого объекта получать прибыль. Люди будут приезжать, заселяться в гостиницы, будут заходить в рестораны, в кафе, они будут пользоваться транспортом для того, чтобы подъехать, они будут покупать сувенирную продукцию. Соответственно, это уже и ремесленники, и наши предприятия, которые с сувениркой работают. То есть торговля тоже, да, то есть это на сегодняшний день целый пласт поднимается.